Девушки отдыхают На, подержи Все школьники страны уже начали сдавать ГТО А мы чем хуже? ГТО? А что это такое? А ты не знаешь? Его наши родители еще в школе сдавали И получали за эти значки Бронзовый, серебряный А самый лучший, золотой А, что-то припоминаю Нам передачу пора начинать Так что давайте заканчивайте со своими тренировками А давайте мы ребятам о ГТО расскажем Может заинтересуются? А давайте Всем привет! В эфире передача для школьников «Наше время» Передача, героем которой может стать Любой из вас А сколько раз надо отжаться на золотой значок? Не знаю А сколько сможешь? Я где-то раз сто могу Вот дает Кстати, сейчас говорят, что нормы ГТО стали гораздо сложнее, чем те, которые были в Советском Союзе А что? ГТО и в Советском Союзе сдавали? Да, мне это папа рассказывал Папа, а ты когда-нибудь сдавал ГТО? Да, конечно, сынок Мне тогда было лет 15-16 И ГТО тогда сдавали ноги А почему сейчас говорят, что ГТО возрождается? Ну, понимаешь, сынок? В 1991 году распался Советский Союз А тогда он назывался СССР Вместе с Советским Союзом ушли нормы ГТО Но в 2014 году наш президент Владимир Путин подписал закон о восстановлении норм ГТО О возрождении И теперь эти нормы ГТО вступили в силу Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза Помнят три заветные буквы ГТО Или готов к труду и обороне Это программа физической и культурной подготовки Которая основывалась на единой в государстве системе патриотического воспитания населения В свои времена эта замечательная программа имела свой успех и популярность Но позже она исчезла, искоренилась, ушла на свалку истории, как пережиток прошлого Но те, кто ее застал, помнят, насколько это было важное и полезное явление Благодаря этой программе в стране появились свои чемпионы и победители Программа воспитывала и влияла на здоровый образ жизни каждого человека Программа ГТО позволяла развивать у людей навыки, которые можно применять не только в спорте, но и в реальных условиях В 1931 году была принята программа «Готов к труду и обороне», которая состояла из двух частей Первая называлась «Будь готов к труду и обороне СССР» и была ориентирована на школьников средней школы Тут было создано четыре возрастных ступени Вторая часть ГТО была ориентирована не только на школьников старше 16 лет, но и на обычное население Она охватывала три ступени Программа и нормативы периодически менялись Так, в 1972 году было принято пять ступеней ГТО Для каждой из них были созданы свои требования Каждая ступень имела свое название Самая первая ступень – «Смелые и ловкие» Она охватывала детей 10-13 лет Вторая ступень – до 15 лет Третья – от 15 до 18 лет И четвертая ступень различалась для мужчин и женщин Кроме того, в этом же году был принят военно-спортивный комплекс ГТО для военных Который соответствовал четвертой ступени Вместе с развитием ГТО увеличилось и число людей, которые занимались спортом Так, к примеру, за 10 лет с 1931 до 1941 года Число людей, которые сдали нормы ГТО первой ступени Составляло 6 миллионов человек Вторую ступень сдали около 100 тысяч А уже к 1948 году людей, вовлеченных в спорт, было более 7 миллионов Эта цифра резко возросла к 1977 году Когда в стране нормы ГТО выполнили более 52 миллионов человек А я стану таким же сильным, как ты Конечно, сынок Если ты по утрам будешь делать утреннюю зарядку Отживаться от пола Качать пресс И подтягиваться на турнике Не, миловат Да уж, в моей возрастной категории на золотой значок нужно прыгнуть 3 метра 30 сантиметров Да потому, что правильно мальчишки говорили Тренироваться надо А давай посмотрим, как ГТО в школах готовится на уроках физкультуры Уроки физкультуры – самые любимые у многих школьников Ведь это возможность отдохнуть от умственной нагрузки, размять мышцы То есть помочь своему организму настроиться на дальнейшую работу в классе А еще уроки физкультуры помогают нам готовиться к сдаче норм ГТО Данные упражнения – это упражнения на пресс Здесь есть у нас нормы ГТО, которые подразумевают, как я уже сейчас озвучил Там определенное количество раз за минуту Затем у нас есть такие упражнения, как подтягивания на перекладине Это для мальчиков, подтягивания на низкоперекладине для девочек Также у нас прыжок в длину с места Наклоны из положения стоя Вот эти упражнения сегодня на уроке мы пытаемся сдать Готовиться к сдаче норм ГТО начинают с начальных классов Этот, девятый класс, уже будет сдавать на четвертую ступень 16-17 лет удачная сдача норм ГТО дают 10 баллов, если я не ошибаюсь, при поступлении в институте Лишние 10 баллов То есть сдал на золотой значок, получил 10 баллов для поступления Я думаю, что для многих это является, кстати, хорошим стимулом для занятий спортом Девятеклассница Руси Карапетян, как и многие ее одноклассники, любит уроки физкультуры Всегда нужно быть здоровым, вести здоровый образ жизни, быть энергичным, иметь какие-то навыки Всегда нужно хорошо бегать, плавать и хорошо прыгать Александр Васильев уверен, если много тренироваться, то ГТО будет сдать несложно Я считаю, что ГТО сделали правильно для школьников нашего возраста Потому что, насколько узнать, как они готовы, как пойдут дальше Потом это для мальчиков пригодится в армии Кстати, и с таким боевым настроем норма ГТО покажется не таким тяжелым для выполнения Эти мальчишки и девчонки точно справятся с ними Василий Сколочкова, Владимир Бижонов, Анастасия Воронина Специально для передачи «Наше время» Старт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы пришли посмотреть, как проходит урок в 6-м классе Что они делают? Правда, это очень интересно, развивает кое-что силы На самом деле, очень интересно Тема нашей сегодняшней программы – ГТО Интересно, что знают наши ученики, кто? ГТО – это когда сдают какие-то нормы Это типа как ЕГЭ, только на физкультуре Это нечто вроде проверки физической подготовки Ну а мы пошли готовиться Матвей, а может, ну его это готово? У меня ведь столько важных дел С собачкой погулять, рыбок покормить Да еще и музыкалка Да и у меня английский, плавный, гитара Да вы что? ГТО надо обязательно сдавать Это приравнивается к экзамену, который сдают сейчас старшеклассники В Ленинском районе нормы ГТО сдают в любое время года Но большая часть тех, кто хочет попробовать получить заветный значок Сдают, начиная с сентября месяца Одни дисциплины представители центра тестирования принимают на улице На стадионе или специальной площадке Другие – в спортивном зале Вот здесь будут прыжки Вот там пресс, подтягивания, наклоны И вот здесь будут отжимания Соответственно, не толпитесь нет в одном месте Подошли, выполнили там, где свободно более-менее Идете дальше Многие приходят хорошо подготовленными Чувствуется, на уроках физкультуры и спортивных секциях Они прошли подготовку Я баскетболом, плаванием, три года футболом занимался Также три года плаванием, регби, ногчем Нормы ГТО у ребят принимают сотрудники центра тестирования Ленинского района Они оценивают качество выполнения той или иной дисциплины Владимир Маушев отработал в Володарской школе четверть века Теперь принимают нормы ГТО у школьников Все в основном сдали Там за исключением двух маленьких ребят Остальные все подготовка нормальная Барби готова служить Хоть сейчас брать нужно Нормы ГТО, кстати, сдают не только школьники Взрослые люди тоже хотят проверить свои силы и ловкость Так Юлия Карпова и Елена Виноградова пришли выполнить нормы по стрельбе Номки нажал, рычаг отскочился Показывай, смотрите Отходите рычаг, вот он все зафиксировался Обратно до щелчика Все, оружие готово к стрельбе Инструктаж обязателен, даже если вы хорошо владеете винтовкой Но многие приходят сюда совершенно неподготовлены В этом случае особенно приятно видеть дырочки открыть там, где надо Трудно ли было стрелять? Было очень трудно, очень тяжело стрелять А ты счастлива, что ты попала в десятку? Я очень счастлива, даже не думала, не рассчитывала на это Инструктор по стрельбе Владимир Посредников Видал на своем веку разных стрелков И мастеров, и любителей Сколько нужно раз попасть, чтобы сдать на золотой значок? Нужно попасть... Можно четыре раза попасть, но хорошо выстрелить Главное, чтобы количество очков было 25 и больше выбитых Ну-ка и я попробую Тяжелая такая Наверное, даже выстрелить из нее не каждому будет по силам Но главное – желание В любом виде спорта Вот плавание Многие из тех, кто сдает ГТО Никогда не участвовали в соревнованиях на воде А ведь ГТО – это тоже соревнование С самим собой А с какого возраста можно сдавать норму ГТО? Вроде шести лет А до какого? О, предела нет Но только у каждого возраста есть свои нормы И в Ленинском районе, которое считается спортивным Наверняка есть те, кто пробовал сдавать нормы ГТО в совсем юном возрасте И спортсмены старшего поколения Ну а нам надо брать с них пример Ведь спорт – это здоровье А у нас на этом все С вами были Матвей Мадяев Илья Земляк Василиса Тлачкова Василиса Шилова И Данил Зайцев Пока! Субтитры подогнал «Симон»